В 90-е годы в Россию пришли как новые зарубежные фильмы, так и новые кумиры, на которых равнялись многие молодые люди. Причем брали они от них все, от внешнего вида и до манеры поведения. Итак, сегодня мы решили вспомнить самых ярких, самых красивых актрис того времени, которые точно были кумирами. Итак, поехали! Дженнифер Ла Фьюит. Расцвет карьеры в кино у этой актрисы пришелся на начало 2000-х, но мы ее помним и по роли в хоррор-картине «Я знаю, что вы сделали прошлым летом», поэтому смело можно отнести ее к нашему рейтингу. К сожалению, после родов Дженнифер утратила былую идеальную форму, набрав лишние килограммы, но, как по нашему мнению, она по-прежнему остается невероятно привлекательной и уж точно талантливой женщиной. Рэйчел Вайс. Еще одна актриса, которая на 100% нравилась молодежи. Особенно популярна Рэйчел стала после съемок в фильме «Мумия», где она сыграла одну из ключевых ролей. Сейчас актриса по-прежнему радует своих фанатов новыми ролями и персонажами. Вскоре она появится в картине «Черная вдова». Также Вайс счастлива в браке с актером Дэниелом Крейгом, в союзе с которым у нее родилась дочь. Джина Дэвис. Думаю, многие вспомнят тот искрометный боевик из 90-х «Долгий поцелуй на ночь», где Джина сыграла главную роль. Но это было не первое поднятие Дэвис на пьедестал славы. У нее было несколько взлетов и падений. Сейчас, несмотря на ее возраст, 63 года, актриса все так же великолепно выглядит и радует своих зрителей участием в новых фильмах. Голди Хоум. Голди всегда выделялась красивой и невероятно притягательной внешностью. Особенно многим она запомнилась по роли в картине «Смерть ей к лицу», где она сыграла вместе с другими легендарными актерами. Сейчас, пусть актриса и не выглядит, как голливудская дива, с морщинами и без пластики, но мы точно знаем, что она очень счастлива в браке. Уже много лет Голди живет с актером Куртом Расселом. И их брак считается одним из самых крепких в Голливуде. Деннис Ричардс. Красивая, невероятно яркая актриса из фантастической картины о космических жуках-пришельцах «Звездный десант». В 90-е годы Деннис являлась настоящим секс-символом и кумиром молодежи. Сейчас Деннис хоть и не выглядит, как раньше, последствия множества пластических операций, но постоянно находится на виду у публики. Также Деннис в последнее время очень увлеклась писательством и даже выпустила несколько книг. Ну а мы на этом прощаемся. Не забывайте подписываться и ставить лайки. Также мы ждем от вас комментариев по поводу наших героинь.